Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Опасный путь к автобусной остановке и отсутствие дорог в микрорайоне. Жители Восточного обратились к президенту страны Владимиру Путину во время прямой линии. Ситуацию обсудили на встрече с представителями Народного фронта, администрации города, прокуратуры и Главного управления строительства региона. Подробности в сюжете. Жители микрорайона Восточный обеспокоены вопросом безопасности на дороге. На пути к автобусной остановке нет тротуаров и освещения. Чтобы моему ребенку дойти до остановки, мы идем через весь микрорайон и возвращаемся на остановку. То есть он делает большой круг. Еще один вопрос на повестке дороги в самом микрорайоне. Жители Восточного говорят, что в межсезонье сложно даже проехать по ним не то, что пройти. В межсезонье ребятишки идут в школу, кто идет даже до тех остановок, они берут с собой две сменки. То есть сменка первая – это сапоги, которым надо пройти до остановки. Их даже не пускают, образно говоря, в автобус, потому что по колено в грязи. Они одну сменку во вторую одевают, едут до школы и там третью сменку одевают. Жители микрорайона обратились на прямую линию с президентом. Вопрос безопасности уже решается. Изначально проблема в том, что этот участок относится к дорогам регионального значения. Он соединяет населенные пункты, что предполагает определенные требования. Здесь не может быть тех объектов, которые мы привыкли видеть к городу, потому что у дороги другое назначение. Но в связи с тем, что населенные пункты разрастаются, действительно, элементами дорога начинает становиться условно городской. Значит, что предлагаем сделать? В прошлом году мы уже разработали проектную документацию на ремонт всей дороги. Проект включает устройство тротуара с ограждением, освещение остановочных пунктов. В этом году все должно быть готово. На встрече также рассмотрели установку еще одного остановочного комплекса. Что касается благоустройства микрорайона, этот вопрос тоже в работе. Мы подготовили заявку на разработку проектной документации по строительству автомобильных дорог с освещением в микрорайоне Восточный. Срок с момента заключения контракта на разработку составляет 10 месяцев. После разработки проектной документации будем готовить заявку на выделение средств уже на строительно-монтажные работы. Мы договорились о том, что весной, когда как раз-таки дороги приходят в самое плохое состояние, мы приедем сюда еще раз, также пригласим, проведем встречу для того, чтобы точно убедиться о вопросе, может ли проехать скорая пожарная по этим дорогам и принятию определенных мер, которые необходимы будут для того, чтобы привести в порядок данное дорожное покрытие. Также по итогам встречи приняли решение на ближайшей комиссии по безопасности на дорогах поднять вопрос о снижении скоростного режима на данном участке. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время. В Тобольске вновь стартовали сибирские сезоны. Крупный культурный проект реализовывался на протяжении всего 2023 года. Программу этого сезона открыл творческий вечер актрисы Алены Яковлевой и Марии Казаковой, мать и дочь, посвященные году семьи. Чем восхитил их Тобольский зритель, узнала Анастасия Терехова. И постоянно имеют перед глазами пример. А дурные наклонности топореняются с детства. Так что не сердись, моя милая, если за тобой будет самый строгий надцов. Он хоть и твой жених, да зелен, виноград. Жених. Кому нужен такой жених? Ну, это больше твоего понятия. Играть в одном спектакле для мамы и дочери сплошное удовольствие. Сцену из постановки театра «Сатир и лес» представили и табликам в рамках творческого вечера. Народная артистка России Алена Яковлева и ее дочь Мария Казакова открыли программу 2024 года культурного проекта «Сибирские сезоны». «Сибирские сезоны» – это проект, как я их называю, «крылья года», когда они начинаются с февраля и заканчиваются в декабре. И за счет насыщенной такой культурной программы мы формируем ту самую, как сегодня сказали в спектакле, театральную энергетическую наполненность Тобольска и создаем постоянно, круглосуточную, круглогодичную насыщенность культурной повестки города. В этом году «Сибирские сезоны» стали еще ближе публике. Перед началом концерта зрители имели возможность получить призы, ответив на вопросы викторины. Этот формат станет традиционным для всех показов в рамках проекта. Порадовала публику и возможность сделать фото с любимыми актрисами. Семь вечера театр, а все метро кино. Частенько жизнь и сахар, но сладко все равно. Алена Яковлева прочла поэзию «Серебряного века», монолог из спектакля «Пиковая дама», отрывки из произведения Бернарда Шоу. В исполнении Марии прозвучал цикл «Тайны ремесла» Анны Ахматовой и рассказ Антона Чехова «Жизнь прекрасна». Актрисы рассказали об этапах творческой биографии, в своем пути в профессию, работе в театре и кино. Конечно, меня сегодня покорил зритель. Редко когда без резинового звука, с открытыми глазами. И такое ощущение, что не шелохнулись. Меня это крайне успокаивало, потому что я выходила трясясь. А потом я так раз, ой, какой зритель. И сразу это, конечно, успокаивает. Жалко только одно, что я не успела погулять. А вот Марии Казаковой «Тобольск» знаком неплохо. Ведь летом она участвовала в съемках короткометражного фильма. Премьера его состоится на фестивале современного и актуального кино «Алафейская гора» в конце марта. Анастасия Терехова, Рустам Рузиев, «Тобольское время». День кадета торжественно отметили в школе номер 5. Здесь второй год обучают ребят по специальной программе от МЧС. Можно ли найти свое призвание в учебном классе, узнала Алина Суворова. Традиционная кадетская полька, гимна России и форма, уважительное отношение которой является основой этического кодекса. Уже второй год в Тобольске успешно готовят юных кадетов. «Прививаем воспитание в будущем поколении, значит, слаженности, оперативности, да, чтобы они ничего не боялись. Ну и в дальнейшем поступили в вузы МЧС России, ну и вообще в наше ведомство пришли работать». «Сложности были в начале пути, то есть нам надо было понимать вообще стратегию обучения. Поэтому мы обращались и к сотрудникам МЧС, мы смотрели планы других учебных заведений, где есть кадетские классы и нам шли навстречу, как сотрудничество высылали». Учебная программа отличается от обычных классов. Упор делают на развитие навыков, которые в дальнейшем пригодятся не только в работе, но и в жизни. Первая медицинская помощь, строевая подготовка, военное дело, в том числе стрельба. «Мы ездим на туризмы, ездим на скалолазание и учимся, чтобы, если мы в дальнейшем пойдем работать на МЧС, ну у нас уже были навыки к этой работе». Ирина Просверкина учится в пятом классе и уже сейчас знает, что готова связать свою деятельность с МЧС. Планирует стать оператором обращения в экстренные службы. «Это моя мечта. Буду диспетчером, буду принимать звонки и тем самым помогать». Одна из главных целей кадетских классов – ранняя профориентация. Сейчас школа номер пять закупила новое необходимое оборудование, чтобы сделать обучение более качественным. Алина Суворова, Михаил Коричко. Тобольское время. С 15 по 17 марта в Тобольске пройдет фестиваль «Тюменская весна всей семьей». Подготовка к этому событию уже стартовала. Программа предполагает много творческих, развлекательных и спортивных мероприятий. Также будут работать полевые кухни и палатки здоровья. Спортивно-патриотическая акция «Будь первым», где учащиеся шестых, седьмых классов вместе с родителями будут соревноваться в смелости, будут бегать, прыгать, метать. Важной частью события станет гастрономический фестиваль. Кроме того, в эти дни можно принять участие в викторине «Люби свой край». Интеллектуальная игра пройдет в два этапа. Первый состоится в местах проведения мероприятий. Второй в прямом эфире телеканала «Тобольское время». Среди подарков для победителей автомобили, квартиры, бытовая техника. Организатор фестиваля – благотворительный фонд развития города Тюмени. И коня на скаку остановит и из горящей избы спасет. Многодетная мама Надежда Замятина сочетает в себе боевые качества фланкировщика и изящные женщины-хранительницы домашнего очага. С необычной тобольской семьей познакомилась Наталья Китова. Семья – словечко странное, хотя не иностранное. Как слово получилось, не ясно нам совсем, но я – мы понимаем. А почему их семь? Не надо думать и гадать, а надо просто сосчитать. Андрей и Надежда познакомились почти 20 лет назад. Девушка сразу рассмотрела в молодом человеке надежный тыл для создания крепкой семьи. Я сразу увидела его отношения. У меня есть старшая сестра. У нее уже на тот момент было трое детей. Я видела, что он очень хорошо относится к ним. Он не упускал возможности пообщаться, научить чему-то. И я понимала, что это очень замечательный муж будет для меня и для наших, отцом наших детей. Через пару месяцев молодые сыграли свадьбу. А уже через год на свет появилась старшая дочь Элла. У нас все дети абсолютно запланированы. У них разница ровно 4,5 года. То есть исполняется 3 года ребеночку. Мы понимаем, что мы уже думаем, планируем следующего. И как раз 4,5 года, вот прям ровно. Сейчас учит из Амятиных трое детей. Надежда увлекается фланкировкой и шьет шторы на заказ. Папа Андрей работает в сфере IT-технологий. Семья любит проводить свободное время вместе. С мамой я хожу на модельное агентство. Готовлю, помогаю ей с уборкой. А с папой я хожу по магазинам. Люблю с сестрами вместе гулять. Мы с ними много времени проводим. Я им помогаю делать всякие алмазные мозаики. Учу их читать, писать, занимаюсь с ними. Семья Замятиных счастлива и черпает позитив в простых радостях. В планах завершить ремонт в комнате средней дочери и начать подготовку к поступлению старшей в ВУЗ. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Спонсор показа программы – федеральная аптечная сеть «Формленд». Приходи, покупай, экономь в аптеках «Формленд». В аптеках «Формленд» кэшбэк до 30%. Запомните, в аптеках «Формленд» кэшбэк до 30%. Приходи, покупай, экономь в аптеках «Формленд». Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. До встречи. 21 февраля в Тюмени и Сургуте – минус 15, Нижневартовске – минус 16, в Казани – минус 7, в Санкт-Петербурге и Москве – минус 3 градуса. В Тобольске ясно утро – минус 23, и днем – минус 15, 16, ночью – минус 21. Ветер южный до 3 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова